МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главная задача просветительско-образовательного проекта для школьников, студентов и взрослых университетские субботы дать возможность познакомиться с характерными чертами, особенностями учебных заведений. Большинство мероприятий направлено на то, чтобы студенты могли узнать как можно больше о выбранной профессии и о тех возможностях, которые предоставляет высшее учебное заведение. На сегодняшний день в списке вузов, участвующих в программе университетских суббот, 44 московских университета и института, среди которых, конечно же, и Российский университет дружбы народов. Программы мероприятий, проводимых в РУДН, из года в год все разнообразнее. Мастер-классы, семинары, лекции, экскурсии по инновационным лабораториям и многое другое. В 2016-2017 учебном году в рамках данного проекта в Российском университете дружбы народов уже традиционно стартовал ряд лекций, интерактивных занятий и мастер-классов на всех факультетах РУДН. Мы расскажем о том, как абстрактные методы математики, которые изучаются в школе, в институте, как они применяются не просто в жизни, а применяются в самых передовых частях нашей деятельности, в частности, в создании военной техники, для выработки стратегий военных, для обороны. А также мы затронем вопрос о том, почему современная математика является важнейшим инструментом и современной экономики, и почему настолько важно изучение математики для школьников. Мы надеемся, что школьники, прослушав данную лекцию, у них повысится интерес к математике, они поймут, что за абстрактными формулами стоят конкретные действия, которые могут быть недостаточно интересными, сильными и важными. Мы надеемся, что многие из них будут с большим уважением относиться к математике, к математикам, а может быть, кто-то и захочет стать профессиональным математиком. Начало использования математических знаний в военном деле относится к глубокой древности. Известно, что в Древнем Вавилоне арифметические сведения употреблялись при подсчете необходимых запасов для армии. Геометрия же использовалась при строительстве укреплений и подсчете объема необходимых земельных работ. В знаменитом диалоге Платона-государства говорится о том, что арифметика и геометрия необходимы каждому воину. В ходе лекции «Математика в бою. Как ученые математики сражаются на бумаге», которая прошла на базе учебного центра управления полетами Руден, слушатели познакомились с фундаментальными математическими понятиями и узнали, как их применяют для решения вопросов стратегического военного планирования. В 2012 году математик из Санкт-Петербурга Григорий Перельман привел доказательство одной из труднейших задач математики — гипотезы Пуанкаре, получив в 2006 году за свое решение медаль Филдса и премию в 10 тысяч долларов. Математика сегодня — это не только скучные цифры и решения интегралов и дифференциалов. Математика — это возможность заработать миллионы на финансовых рынках. Именно поэтому интерактивная лекция на базе учебного центра управления полетами Руден «Математика зарабатывает деньги» в одну из суббот ноября собрала большое количество учеников профильных школ. Именно поэтому я пришла на лекцию «Математика зарабатывает деньги» в Руден. И мне кажется, что данный институт, именно данная лекция подходит для нашего профиля. И есть очень хорошие рассказы о том, как математика помогает. И что это самое важное в нашей жизни, то, что с помощью этого мы можем зарабатывать деньги и быть лучшими. Напомнилось больше всего, как он рассказывал, можно ли богатством считать слитки золота, купюры, машины, коттеджи и так далее, и так далее, и так далее. Или все-таки богатство – это бизнес, промышленность? Мне интересна тема в математике, этот предмет. Именно поэтому я здесь. И я считаю, что эта лекция была очень полезна тем, кто интересуется этой наукой и хочет в дальнейшем связать свою жизнь именно с математикой, точными науками. Я, наверное, все-таки выберу РУДН, потому что здесь меня интересует математика во всех областях. И космос, все-все-все. Пожалуй, наиболее интересные занятия в рамках университетских суббот – это те, где можно пощупать, подержать в руках, увидеть процессы собственными глазами. Так сказать, в полевых условиях. В этом смысле проект «Формула студент РУДН» – один из самых зрелищных. Подвесочные детали, карбоновые рамы, моногайки. Для школьников эти слова теперь не пустой звук. Данные детали конкретно первоначально были спроектированы в программе. Кстати, если будет интересно, мы даже будем их показать. Были спроектированы, проверены на прочность, только после этого они были изготовлены. То есть, грубо говоря, у нас не было ничего, потом появилась модель, а потом появилось уже воплощение в реальности конкретной детали. Команда «Формула студент РУДН» была образована в РУДН в 2011 году. За короткий промежуток времени из небольшой лаборатории она превратилась в международный центр, позволяющий десяткам студентов получать навыки работы с современным программным обеспечением, материалами и электроникой. Центр дает возможность воплотить свои технические решения в реальный автомобиль и получить опыт международной коммуникации. На базе «Формулы» студенты РУДН пишут курсовые и дипломные работы, участвуют в региональных и международных конференциях и соревнованиях. Таким образом происходит интеграция результатов проекта в учебный процесс. Команда «Формулы студент РУДН» занимается проектированием и испытанием данного уночного автомобиля. В частности, это автомобиль, который выступал в 2014 и 2015 годах. Данный автомобиль полностью спроектирован, изготовлен и испытывал студентами, участвующими в постройке этой машины, проще говоря, студентами, состоящими в нашей команде. И в свое время команда «Формулы студент РУДН» появилась в 2011 году. Основателем ее был Алексей Мурзин. Это человек-прародитель и основатель. На данный момент команда существует уже 5 лет. У нас за плечами уже 3 автомобиля. И на данный момент в команде насчитывается порядка 30 человек состава, из которых примерно 10 человек инженеры, инструктора, проектировщики данного автомобиля. Все то, что «Солидворкс» здесь изучаем. Также у нас есть уроки, поэтому сами предметы. И то же самое мы делаем и в «Автокаде». Это все поможет в дальнейшей жизни нам. Я учусь и у меня, если так говорить, я инженер-механиком буду. Это все для меня практика, удобно. И в дальнейшем она мне в жизни будет помогать. Так что если поступишь и даже в «Формулу» пойдешь или в «Смарт-мото», у тебя будет время и на учебу, и здесь позаниматься. Что мне скучно, ребята все веселые, команда хорошая. И также приимешь участие в различных мероприятиях. Я вот в том году пришел в «Смарт-мото», уже показал свои навыки в вождении. Выступил на московском этапе «Смарт-мото-челленджер». Занял в «Динамике» первое место. Этим принес команде. Заняло мы третье место в общем зачете. Все было интересно, эмоции получили кучу просто. Команда «Формула-студент» выступала на международных соревнованиях в Италии, Испании, Чехии и Венгрии. Кроме того, команда «Формула-студент-РУДН» является всегда участником этапа «Формула-студент-Россия». В частности, в 2014 году и в 2015 году мы не пропустили ни одного этапа. В частности, в 2015 году наша команда стала височемпионом российского этапа. В общей сложности мы получили призовые места в шести номинациях, по которым оценивался данный автомобиль. Не понимают. Этот может вот эту деталь сделать, другой может другой. Потому что один человек сделать всю машину – это невозможно. Поэтому я вот смотрю на команду, что она уже развивается настолько очень быстро. Поэтому сейчас уйдут ребята, опять приходится готовить новое. Поэтому ждем вас. Мы всегда готовы со всеми работать. Основная задача университетских суббот – развитие молодежи не только теоретические знания, но и практические навыки. Обеспечить интересный интеллектуальный досуг. Помочь научно-исследовательскому и социокультурному развитию старшеклассников и студентов. Дальше только интереснее. Дальше только интереснее. Дальше только интереснее. Субтитры создавал DimaTorzok